Друзья, всех рад поприветствовать. Давайте еще раз пробежимся по масляным фильтрам от компании Toyota и сравним оригинал с подделкой. Потому что сейчас у меня заезжал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с севера проездом. Владелец привез с собой масляный фильтр и он оказался поддельным. У меня вот этот поддельный фильтр также лежит для образца. Вот одного клиента остался. И еще раз сравним его с оригиналом. Покажу одно из самых основных отличий. То, что касается упаковки колец, практически все идентично. Но получается, присутствует разница на сварных швах. На оригинале получается запечатка выполнена вот такими точками по всему контуру. То есть вот они, точечки у нас. На подделке с одной стороны есть точки, но основная запечатка идет, получается, вот такой вот полосой. То есть еще раз сравниваем. И обращаем внимание, то есть оригинал запечатан с точечками. Подделка вот такими длинными славными швами. И немножко различается цвет. То есть это более темный цвет, здесь более светлый. Ну тут уже глаз может не поймать различия, но по точкам вы сориентируетесь однозначно. И самый основной момент поддельного фильтра, это вот этот буртик внутри. То есть если вы сунете сюда палец, вы ощутите очень явный зацеп. То есть вот смотрим. Вот он бурт. Он сделан очень грубо и большого размера. За него, еще раз повторюсь, очень хорошо цепляется палец. Если мы смотрим честный оригинал, то видим, что в принципе у нас клеевой состав практически вровень идет с самим фильтрующим бумажным элементом. Еще раз смотрим подделку. Вот посмотрите внутрь и вы видите, что очень сильно вот это основание направляющая выходит за рамки самого бумажного фильтрующего элемента. Смотрим еще раз оригинал и видим, что здесь все четко. То есть вот это вот основное отличие, на него внимание и обращайте. Вот здесь очень большой буртик на подделке и это, соответственно, нехорошо. Также заметил одну интересную особенность. На подделках вот эти торцы, они более острые, нежели чем на оригинале. На оригинале они более скругленные. То есть здесь более ярко выражено закругление, здесь более ярко выражен прямоугольник. Но самый интересный момент в эксплуатации. Сегодня как раз с Prado я достал такой фильтр поддельный. И вот во что он превращается, друзья. Вот так вот его свернуло. Сама фактура стала мягкая. При нагреве он был очень мягкий, прям такой, как этот желе. И из-за этой мягкости его, получается, деформирует. Вот такие вот моменты неприятные в эксплуатации могут произойти на поддельных масляных фильтрах. Поэтому, друзья, если есть у вас сомнения в плане оригинальности, вот, кстати, оригинал, вот он честный, хороший оригинал, жесткий. И вот что стало с Леваком, с подделкой, с контрафактом. Будьте внимательны, аккуратны. Это очень плохо. Здесь фильтр прошел всего 5000 километров в достаточно щадящем режиме. Если бы он проехал десятку, он мог вообще развалиться, честно говоря. Поэтому в данное время, в современное время, ну, желательно приобретать хорошие качественные запчасти, чтобы не уменьшить ресурс двигателя. Если есть вопросы по оригиналу и затрудняетесь его приобрести, ну, тогда как вариант, например, что-то из мана, из фильтрона можно посмотреть. Ну, в принципе, сейчас по оригиналу более-менее обстановка прояснилась. Да, он стоит денег, но, скажем так, это деньги пока вполне приемлемые и вменяемые. Поэтому, если есть возможность брать оригинал, я, конечно, пока остаюсь приверженец оригинала. Когда с оригиналом вообще тоскливо, тогда беру ман либо фильтрон. Поэтому берите на заметку по быстрому, как отличить подделку от оригинала, я вам показал. То есть здесь вот на ощупь сразу видно, что фильтр поддельный по буртику. Благодарю за внимание, друзья, и всем желаю удачи. Фильтр А3 отличается от А5 отсутствием маленького колечка. Сам фильтрующий элемент внутри будет одинаковый, но не будет вот такого колечка. И при этом цена вопроса у него будет даже маленько, наверное, дешевле, чем у А5 фильтра. Так что всем удачи!